Расскажите об этой группе встречи, обсуждались ли перспективы развития промышленности? Вы имеете в виду встречи с руководством? Да, сейчас я расскажу. Мы обсуждали перспективы развития завода и группы компаний МК в Международной области, они промышленности в целом, обсуждали инвестиционные проекты, которые и реализуются компанией, а также те, которые в планах стоят, в судебительной мере поддержки, которую мы можем оказать как на областном уровне, так и путем совместного обращения на федеральный уровень. В общем, в целом, это традиционные меры, льготы, не приводящие к попадающим доходам, в силу того, что эти новые проекты оформляемые в виде инвестиционных соглашений и специальных инвестиционных контрактов. Шерешли к выводу, что нам нужно более активно участвовать в модернизации законодательства. На самом деле, мы уже предложения такие, когда работали в МКонторге по поводу изменений, требований к специальным инвестиционным контрактам по объему выручки, мы конкретно себе формировали, и для того, что это очень важно. Сейчас нужно уже с уровня региона помочь моим бывшим коллегам, которые используются отстоятельства и эти изменения, собственно, в низкие. Еще то, что обсуждали, проблему обеспечения кадрами, повышение производительности труда компаний приводилось к тому, что чистомость сокращалась, но те инвестиционные проекты, которые обсуждаются сейчас, они будут приводить к росту чистомости. Нужно будет, по сути, набирать людей, возможно, даже переводить из других районов области или даже из других регионов, потому что занимались. А, Экстра, Аббас. Дмитрий Михайлович, Аббас, один из ключевых регионов для КАПКО, у нас огромная инвестиция, как производство, вне цели нельзя, как, и сегодня, по сути, сама Аббаса, как противно быть вложены инвестиции, для какого на практике сейчас реализация в служебной инвестиции? Вы имеете в виду инвестпроекты или социальные сведения? Ну, производство, на комитаре. Да, но с точки зрения инвестпроекта у нас сейчас осуществляются программы стоимостью 40 миллиардов рублей, это финишный центр и, соответственно, это и с ценными работами, которые мы осваиваем производство насосных компрессов. Вчера мы, когда рассматривали на инвесткомитете еще целый полпроекта, приблизительно не такую же сумму, они приняты, то, что, соответственно, инвестиционная активность у нас будет очень высокая. С точки зрения социальной, здесь тоже, вы знаете, мы много проектов осуществляем, это, прежде всего, артобрак, это арт резиденции, в этом году будет открыто антикафе, в общем, здесь много культурных интересных предприятий запланировано, и, соответственно, я думаю, что Выксенцы будут при этом, не менее. Это и встреча. Леонид Ильич, вопрос такой, вот вы сегодня посетили город Выкса и городообразующие предприятия. Расскажите, пожалуйста, общее впечатление о городе и о Далоне. Я обратил внимание, что реализуется целый ряд проектов по благоустройству. Целый проект уже был реализован. Я вижу и, конечно, участие градообразующего предприятия. И Анатолий Михайлович лично имеет серьезное отношение к городу, где находится в основном, в этих группах. Но и областное правительство, и местный муниципалитет также много делает для того, чтобы участвовать в программах по господствам, в комфортной городской среде, в частности, в программах развития моногородов. И результаты налицо. Город считается одним из лучших моногородов в стране, участвовал в различных номинациях в этой части. Заметно в том числе и при таком беглом визуальном осмотре. То есть видно, что благополучие жителей здесь на ином уровне, чем много где-то других районов. Рейка, последний. А мы не исключаем. Сейчас поменяемые моногорода. Это, конечно, сейчас одна из приоритетных программ комплекса на развитии моногородов. Значит, говорила я о регистрификации экономики, о снижении зависимости от городообразующих предприятий. Какие инструменты наиболее эффективны для конкретного диагноза? Да, это основная цель программы снижения зависимости. Уже за последние годы было создано более тысячи рабочих мест не связанных с городообразующим предприятием, а именно конкретной версии. И далее руководство городского облака готовит соответствующие проекты, которые будут продолжать снижать эту зависимость. В частности, это проекты фонда моногородов по подготовке инфраструктуры для реализации конкретных бизнес-проектов. Эти заявки еще готовятся, но мы уже обсудили конкретию с главой. И я думаю, что по мере подготовки проектной документации как бизнесом, так и с нового круга мы обратимся вместе в фонд моногородов. Это независимость, это взаимозависимость. Спасибо. Спасибо.